мы сегодня он начали говорить с идите лесом час назад примерно про то что продолжают вербовать заключенных и мы обещали у вас до спросить действительно ли это так и в каких масштабах это все происходит вы знаете это происходит в масштабах знаете каких-то совершенно невероятных вагнер вагнер пригожин делал это с помпой да красиво извините за выражение да но всегда было что посмотреть послушать нам дело то точно он летал один от зоны к зоне вертолет вот этот вот приземлялся прилетит на три дня там поставить всех на уши потом заберет там 300 человек полетел в другую зону и было очень удобно считать в столбик когда у тебя в каждой зоне и в каждом регионе есть свои информаторы в зонах ты просто считаешь в столбик по головам туда прилетел сюда придет столько взял столько взял обороны они вербуют везде и сразу они везде и сразу забирают по 20 30 40 50 человек в день 31 девушка сейчас женщина звербована в ик-7 саблины ждут отправки туда на фронт медсестрами то есть они у них какие-то то есть при этом их не обучают ничем а нельзя родиться снайпером но если он нужны какие-то физиологические данные для того чтобы снайпером ну то есть конечно это пушечное мясо разумеется то есть нас есть какие-то вот сведения от одной зоны другая зона третья зона но не просто везде и сразу и я считала тем же способом что из пригожиным так столбик что медиазона тоже считает медиазона считает по статистике в син по уменьшению прибыла убыла и так далее и они считают погибших по по кладбищам а мы считаем вот по нашим информаторам и я посчитала вот с фироля по октябрь что они звербовали тоже не меньше 50 тысяч минобороны а когда син обнародовал свою статистику что на сегодняшний день сидят в зонах 266 тысяч человек а было секундочку 420 на начало войны стало понятно что идет вдвое ошиблась забрали то гораздо больше уже там под 100 уже забрали это минобороны и сейчас сейчас усилился поток желающих довольно серьезно потому что сейчас в зонах начали создавать эти столы воинского учета отдельно от военкоматов поприли эту поправку смотрите раньше пригожен приезжал и говорил ага со мной потому что вот сейчас тут какой-то контракт со мной а если вы со мной не пойдете вас равно забреют насильно под мобилизацию потом пошло министерство обороны и они стали говорить давайте контрактами на оборону нас а нету несудебных казней бы если не пойдете на контракт вас все равно будут мобилизовывать но министерство обороны забирает до конца войны уже уже да а теперь у нас столы воинского учета и теперь у нас призыв в зонах поэтому все это прочитали и пошли вербоваться на контракт потому что ну хоть что то все равно заберут все равно заберут да хоть там что-то как то есть какой-то шанс как они считают поэтому поток поток усиливается нету нету насильно забритых пока по-прежнему нету ни одного обращения вот за 20 месяцев войны то есть были так близко обращения были родственники которые отбивали своих а так чтобы человек который подписал контракт один раз было когда это в Свердловске Свердловской области парень поссорился с девушкой и подписался они потом помирились все дальше не хочу ну все первую бумагу сейчас подписывают заключенные это запрет разглашения личных данных кому бы то ни было родственникам девушкам адвокатам ну все все где ты что с тобой нельзя сообщать